Нагнетают, допустим, вот этот цвет лица, который я чуть-чуть замешал, ну это приблизительный, то есть в жирописе масла мы идем от темного к светлому, то есть мы дали сначала некую приблизительную светлость, не в полную силу света, а даем как бы даже такой полутон, то есть слегка темнявенький свет. Ну вот, прогнали фоновое пятно, фоновую зелень, нарезали туда тональность лица. По возможности, как можно дольше, пока еще позволяет ресурс пальца, работаем пальцем. Вы видите, я начал не с рыбки глаза, да? Обычно что делаем? Рыбку глаза. Я начал с креветок зрачков. Они уже оттуда смотрят? Немножко смотрят. То есть гоняя их туда или туда, я могу еще более выразительными сделать идею взгляда. То есть оно и в этом положении, и в таком состоянии видно направление взгляда. Причем зрачки, если вы рисуете глаза голубые, это не значит, что вы сейчас голубые взяли туда. Ни в коем случае. Пока держимся вот этих янтарностей. Легенький намечечек на бровочку. Может быть, легенький намечечек. Пока мы держимся мутности, пока мы не дали жесткого рисунка, мы еще в порядке. Как только жесткий рисунок появится, особенно если он будет не точен, начнется ломка. Как у наркомана? Будем гонять этот рисунок, поправляем. И вы видите, они застревают где-то на каком-то одном веточке. То есть я работаю сразу с целым лежом. То есть никакого начинания с глаза, или там с ротика, или с носика. Сразу работаем со всем лицом. То есть овал лица, волосы кинули, и начинаем чуть-чуть уточнять. Часто в классической живописи тень под нижней губой нарочито темна. Хотя в природе так выразительно это может не быть. Ну, это академический трюк. В данном случае он не сильно выражен, но мог бы быть выражен сильно. По закону выражен сильно. Объемом. Это работа радиообъема. Вот теневая. Где выражены? Губы как бы написают над вот этой ямочкой. Вот эту ямочку мы обозначаем. Хотя она не всегда так сильно выражена. Но лучше пусть будет пока выражена. Пока я делаю нутный рисунок, мне очень трудно всерьез ошибиться. Но рано или поздно приходит время рисовать уже более точно. Пока тоже коричневый, красный, желтый. Янтарненькость темного каркаса. Допустим, ноздричка. Вот эта линия коноса.